Безусловно, мнение самое положительное, действительно, организация на самом высоком уровне. Я считаю, что эти мероприятия, они, безусловно, имеют огромное значение для врачей, в том числе и амбулаторного звена, в первую очередь, конечно, для которых они организуются. Это очень важно, потому что врачи амбулаторного звена – это основы и диагностики, и лечения, и профилактики. И когда врач имеет возможность получать самую современную, новую информацию, данные по нормативно-правовой базе здравоохранения по современным методам лечения, диагностики – это очень важно. И, конечно, то, что эти мероприятия носят мультидисциплинарный характер, и я вот благодарен, что меня как профпатолога, в качестве профпатолога пригласили на это мероприятие. Я считаю, что это очень важно, и я думаю, что это будет иметь дальнейшее, не сомневаясь, в этом развитие. Москва относится к тем регионам Российской Федерации, в которых регистрируется уровень профзаболеваний существенно нижний, чем в среднем по России. Это связано и с объективными обстоятельствами, выводом промышленных предприятий в последние 30 лет из Москвы. Москва сейчас представляет собой больший офисный туристический центр, чем промышленный. Но, безусловно, есть и обстоятельства, которые связаны с тем, что в целом в России небольшое количество профзаболеваний регистрируется, и является, да, это низкое качество периодических медицинских осмотров, в первую очередь. Вот, над чем, безусловно, мы работаем. Мы в Москве с 2018 года функционируем свой территориальный центр профпатологии. Раньше Москва была лишена своего центра. Вот, и это, безусловно, тоже вклад, который позволит и упорядочить работу с профзаболеваниями, и увеличить их диагностику. Но в 2020 году профзаболеваний в Москве было практически в два раза выявлено больше, чем в предыдущем году. Это связано с COVID-19 как профессиональным заболеванием у медицинских работников. Это внесло свой вклад, и в целом по России эта структура поменялась, и в Москве в частности. Пациент с подозрением на профзаболевание может быть отправлен к профпатологу в поликлинике, если такая должность и такая возможность есть в данной конкретной поликлинике по месту жительства пациента. Если нет, существуют в каждом округе Москвы окружные профпатологи. Ну, или, возможно, если, так скажем, для этого недостаточно, или существуют какие-то вопросы, пациент может обратиться вот в тот центр профпатологии Москвы, который расположен на базе третьей городской поликлиники, о котором я упоминал. В принципе, такой же принцип обращения пациента, как и во всех регионах Российской Федерации, такой же теперь с 2018 года этот принцип стал работать и в Москве. Ну, а, конечно, если Центр профпатологии Москвы принимает решение о том, что этот случай сложный, этот случай непонятный, он может обращаться вот в частности в нашу клинику Сеченского университета имени Тареева, где расположен вот главный центр профпатологии России.